Всем привет, Blender283 И вот, выполняя свое обещание Хотелось бы рассмотреть именно Анимацию, да, как она делается Какие-то именно прыжки Какая-то движуха, чтобы шла Персонажа сделал вот на скорую руку Вот такая козява или, не знаю, гуманоид Давайте на его примере будем рассматривать Именно анимацию Итак, вот они, вставленные кости Все по роликам, которые находятся именно на канале Также переключаемся, выбираем кости Переключаемся в PostMod Настройка Чтобы не перекручивались руки Ролик на канале выложу Потом направляющие вот эти Чтобы не сбивались колени Ролик есть, выложу в описании Короче, вот по Ригу Все, что есть на нем Выложу в описании вот эти ролики Ну и давайте рассматривать Так, есть у нас персонаж И есть у нас таймлайн Вот это вот таймлайн Перекрутим колесико, чтобы было поменьше кадров И зажав колесиком Можно все это дело Вот так вот подтянуть, чтобы было Пятый кадр Десятый, пятнадцатый Так, теперь Н панель Скринка Скрей включу Опять забываю Вот здесь вот Чтобы вы увидели, что я нажимаю Итак, погнали Так, таймлайн чуть-чуть уменьшу Первый кадр Первый кадр нужно сделать именно Ту позу Вот единица на нампаде Которая он будет стоять Начальная Жмем G Опускаем руку И руку перекручиваем Вот, пускай в таком положении И тут также G Опять же перекручиваем И G И поднимаем Вот эта вот болячка Немножко Мешать будет Так, это Можно ее вот так вот перекрутить И подогнать руку Значит, это кость перекрученная Или влияет вот эта вот Настройка вот этой кости Не принципиально Только для объяснения Так Теперь, что можно сделать Ну вот первый кадр есть G Немножко подправляем И здесь немножко G Тоже чуть-чуть Руки вот так Назад уберем Чтоб по блатному стоял Настройки вот эти вот Если где-то кости будут барахлить Это вот В костях настройки Можно немножко Влияние здесь вот Инверс кинематик Уменьшить вот на эту кость И на эту тоже Вот так вот уменьшаем Вы видите, что косточка Возвращается назад Сильно, чтобы они Друг на друга не влияли Так, ну тут я уменьшал А там забыл Так, ну не без этого Итак, вот такая поза Прописываем А И Локрот Когда будете писать Именно Какую-то сцену Камеру Отключайте со светом Чтобы они не прописывались Итак, вот Появилась точка Это первый кадр Переходим на пятый кадр И делаем Теперь тройка На нампаде Будем работать С боком Вот С боковой Проекцией Так Теперь персонаж Что должен сделать Присесть Правильно Выбираем Вот эту косточку Позвонка Центральную Которая влияет Всем скелетам Вот И немножко Приседаем Так Вот эти Кости Можно две Выбрать Будем Асимметрично Все делать И немножко Вот эти Запястья Перекрутить И G Как-то Сверху Поднять G Немножко Вот так Вот его Как-то Увести Где-то Потом уже Подкорректируем Наклоны Пока Делаем Общую Вот эту Вот Движуху Вот так Смотрим Со всех Ракурсов Вот руки Ушли Нужно Их Поправить Так Что еще Можно Сделать Вот Эта Косточка У меня Все-таки Еще Надо Ее Вот Так Как-то Поставить Так С этими Костями Что у нас Здесь Влияние Тоже Уменьшим Для чего Это делается Вот Чтобы Не Перекручивались Вот Эти Вот Локти Кисти Соплю Не Превращались Ну Где Как Так Вот У нас Есть Второй Кадр Пишем А И Лок Рот И Смотрим Что Получилось Вот Вот Стоял Вот Он Присел И Выходим На Десятый Кадр Сейчас Будем Делать Следующую Вот Эту Ступенцию Прыжок Теперь Выбираем Вот Эту Косточку Вот Эту И Вот Эту Через Shift Вот Эту Можно Не Включать Стойка На Нампаде И Жмем G Вот Так Он Вытягивается Теперь А Можно Все Это Дело Выше Приподнять Так Как Выбрать Вот Эти Кости Через Shift Тройка На Нампаде R Чуть Чуть Вот Он Оттолкнулся Должны Вот Эти Ступни Вот Так Вот Быть Вытянутые Ну А Теперь Выбираем Вот Эти Косточки Так Смотрим Чтобы Именно Те Кости Которые Нам Нужны Так Вот Это Тройка На Нампаде И G Можем Их Поднять Вверх Так Ну И R Вот Эти Руки Перекрутить Так Смотрим Как Это Все Тут Сбоку Получается Так Да Вперед Он Прыгает И Можно Немножко Так Тело Ровное Должно Быть Он Уже Прыгнул И Как То Вот Так Приблизительно Пока Пишем А И Волк Рот Что Получается Вот он Стоял Вот он Присел Вот он Прыгнул Переходим На 15 Кадр Теперь он Будет Находиться Короче Короче Вот Так Вот такая Должна Быть Дуга Прыжка Вот Так Теперь Выбираем Его Так Давайте Дугу Так Вот Как-то Нарисуем Приблизительно Переключимся Переключимся Вот Так И Попробуем Не знаю Она убирается Потом Нет Я как-то Не включал Ну и попробуем Выбрать Полностью А Скелет И G Поставить Где-то Его Вот сюда Вот Таким Вот Образом Теперь Нам Нужно Немножко Руки Поубрать Так Вот Это Теперь Как Она Убирается Ctrl Z Будем Работать Без Дуги Так Тройка На нам Паде Выбираем По Полностью Персонажа G И Ставим Где-то Вот сюда Ну Приблизительно Потом Можно Будет Продектировать Теперь Вот Эту Ногу G Ставим Как-то Вот Так R Чуть Переключим А Эту Ногу Ставим G Как-то Вот Так Где-то Вот В это Положение Получается Одна Нога Будет Выше Одна Ниже Это Будет Выглядеть Где-то Наверное Вот Так А Эту Чуть Чуть Повыше И R Чуть Чуть Вот Так А Эту Ногу Вот Тройка На 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 Здесь Теперь Нужно R Немножко Согнуть Тело И Можно Даже Вот Эту Кость А Вот Эти Руки Вот Эти Руки Теперь Нужно G И Вот Эту Руку Не Эту Кость Выбрал А Вот Эту Руку Теперь G Как-то Вот Сюда Семерка На Нам Паде Чуть Чуть Кисти Рук Нужно Перекрутить Вот Таким Вот Образом G Вот Это Тело Немножко Увести На Эту Ногу Вот На Эту Ну Как-то Так Можно Даже Их Чуть Руки Одну Можно Выше Одну Ниже Вот Как-то В таком Духе И Немножко Вперед Эту Руку Или Назад Можно Это Посмотреть В процессе Анимации Надо Будет Ну Вот Так Он Выглядит Пишем А И Лок Рот Смотрим Что Получилось Отключайте Иногда Кости Так Это Тройка На Нам Паде Смотрим Теперь Вот Наклоняем Как бы Вот Назад А руки Теперь Поднимаются Вверх И Немножко Открутить Г Вот Так И Как бы Р Вот эту Ист Назад И G Вот Так Теперь Тело Можно Немножко В эту Сторону Так Вот Эту Косточку Р Делаем Вот Так А Эту Ногу G Чуть Чуть Уводим Сюда Немножко G Вперед А Эту Чуть G Так Вот Чуть 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 Пишем А И Лог Рот Смотрим Что Получилось Постоянно Нужно Смотреть Вдруг 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 Что Что Сбивается Вот Здесь Уже Пошла Сбивка Почему Потому Что Не Перенесен Персонаж Ну Здесь Должен Призем Призем Приземлиться Так Пошла Ломка Ноги Смотрим В чем Проблема G Слишком Далеко Поставлено Вот Так Будет Нормально Переводим Таз G На Эту Ногу Вот Таким Вот Образом Перекручиваем Столкну G Отводим Можно Еще Для Большего Кайфа Вот Эти Пальцы Поджать И Немножко Это Все Делая G Вот Так Увести Теперь Опускаем Займемся Руками Чтобы Далеко Не Вытянула G Опускаем Руки Где-то В это Положение Вот Так Теперь Наклоняем Вот Этот Позвоночник Перекручиваем Еще Вот Эту Грудную Мышцу Выкручиваем Голову Вверху Можно Даже Ее Книзу Как будто Приземлился Теперь Вот Эту Руку Смотрим R Выкручиваем G Отводим R Назад А вот Эту Руку Выкручиваем И Подставляем Ее Как бы Вот В пол Вот Вот Тут Вы видите Что Растяжка Прошла Давайте Это все Дело Еще Немножко Сделаем Поприкольней Эту Согнем И Вот Эту Пониже На Эту Чуть G Как Подверху И Вот Таким Вот Образом Смотрим Теперь Сбоку Чтобы Это все Не было Уродливо G Выводим Сюда Эту Ногу G Можно Еще Дальше Куда Нить Отвести И Получается Вот Такая Прикольная Поза Приземления Ну Конечно Тут Еще Пониже Вот Если Затас Потянуть Как То Вот Так Чтобы Он Ниже Приземлился И Вот Эту Еще Можно Как Низ Эту Чуть Подтянуть И В Локте Согнуть Или Вытянуть Ровно Вот Так Пишем А И Лок Рот Смотрим Что Получилось Итак У нас Есть Первый Кадр И Смотрим Раз Приседает Отталкивается Пошел На Пресет Вот Плохо Что Нет Уровня Пола Shift A Меш Давайте Добавим Сделаем С И Сделаем Уровень Пола Вот Идет Уже Соприкосновение Тройка На Паде Пола Не будет Видно Чуть Под уклоном Можно Посмотреть Выбираем Кости Отключаем И Вот Покадровка Вот Он Стоял Вот Он Прыгает Динамики Конечно Мало И Мягкости Движения Тоже Можно Потом Добавить Это Дело Будет Дорабатываться Не Надо Как-то Это Все Дело Завершить Правильно Так Включаем Видимость Костей Переходим На Тридцатый Кадр Когда Персонаж Прыгает Вот Здесь Можно Между Ними Поставить Больше Ближе Дальше Вот Эти Кадры Это Будет Влиять На Его Скорость Поставите Дальше Кадр Будет Вяло Прыгать Поставите Ближе Кадр К Точке Прыжка Допустим Он Будет Ну Типа Скоростной Ну А Теперь Здесь Вот Можно Каким Образом Все Это Дело Регулировать Пост Мод Теперь Нужно Вернуть Все Это В Начало В Изначальное Именно Состояние Как Это Можно Сделать Чтобы Не Выравнивать Самого Персонажа Можно Взять Какой Нибудь Кадр Продублировать Допустим На Тридцатый Вот С этого Будет Проще Переделать Его Подъем Но Можно Запутаться В плане Каком Именно В Движении Поэтому Будем Уже Вести Этого Персонажа До Конца Так Теперь он Должен Встать Сначала Здесь Теперь Можно Кадры Чуть Чуть Побольше Делать Расстояние Типа Он Встает Медленно Прыжок Быстрый А Подъем Медлен Вот Он Теперь Поднимает Голову Выравнивает Допустим Спину Вот Так Голову Чуть Чуть Наклоним Г Г Г Рука Пошла Вот Так Г Делаем Подъем И от подъема Тогда Уже Пляшем G Вбок Именно С ракурса Единицы Вот Так Чтобы Он Опирался На ногу Эта Рука У него Пошла Как бы Вот Так На изгиб И Р Отсогнуть Позвоночник Теперь Нужно Вернуть В первоначальное Состояние Чуть Чуть Выровнять И Р Вот Так Вот И G Подтягиваемся На вот Эту Ногу А Эту Ногу Уже Подводим И Ставим Котел Поровнее Руку Выравниваем Вот Так Эту Руку G И Перекручиваем Назад Пишем А И Лок Рот Смотрим Как он Встает Вот Вроде Помягче И Теперь 35 Кадр Завершаем Вот Эту Всю Движуху Это Значит G Ставим Его Нормально На ногу Эту Ногу G Переставляем R Назад И Перекручиваем Не Забываем То Что Пальцы Тоже Были Изменены Вот Так Вот Теперь Ставим R И Ставим G Вот Так Вот Смотрим Чтобы Он И тут Нормально Становился По Единице Ставим G Ставим Вот Чуть Чуть Вбок Вот Эту Ногу Чуть Чуть Подводим Сюда Перекручиваем Позвонок Назад Вот Как Паралич Он Стоит Это Вот Нехорошо Припускаем Немного G Так Чтобы Ноги Были Чуть Чуть Полусогнутой Теперь R Позвонок Перекручиваем Назад Голову Немножко Вперед И Руки Типа Такой Крылатый Товарищ Крутой Он Должен Как бы Увести Назад Вот Так И Как бы Грудь Вперед Шею Тоже Голову Он Выравнивает Смотрим Чтобы Ноги Касались Пола Обязательно Нормально Выравненные Были Ну Вот так Вот G И Отсюда Он Может Начать Свою Ходьбу Так Единица На Нампаде Вы Видите Что Нога Все Еще Уведена Так Единица На Нампаде И G Вот так Семерка На Нампаде Семерка То Можно Подкорректировать Подкорректировать Колено В ту или иную сторону Мы Прописываем А И Гок Рот Ставим 35 кадров Если Не Продолжаем Допустим Переход На Ходьбу То Вот У нас Сейчас Получилась Вот Такая Анимация Прыжка Опять Же Конечно По Примитиву Так Тройка На Нампаде Чуть Чуть Чтоб Дорожку Было Видно И Погнали Вот Раз Прыжок Приземление Подъем Выравнивание Все Прикольный Чел Можно Также Менять Вот эти Промежуточные Кадры От 20 Допустим До 25 Вот Добавить Ему Больше Динамики Каких-то Движений В полете Если Вот На 20 Он Делает Вот Так То Пусть Вот Здесь Вот Так У него Как бы Корректируется Тоже Какая-то Деталь Допустим Вот Нога Вбок Ушла И Чуть Можно Ее Отодвинуть Чтоб Мелкая Какая-то Движуха Тут Тоже Шла Он Же Не Может Прыгать И Чтобы У него Никакая Мышца Типа Не Работала Вот Эта Кисть Может Туда Уйти G Чуть Локоть В эту Сторону И Немножко Допустим Он Делает Какой-нибудь Наклон Раз Как-нибудь Уходит Чуть-чуть На ногу Все По Чуть-чуть Добавляем И Вот Прописываем А И Локоть Теперь Отключаем Видимость Костей И Смотрим Вот Он Раз Идет Идет Здесь Вот У него Чуть-чуть Нога В бок Уходит Вот Таким Вот Образом И Вот Он Пошел На Присяг Здесь Вот Можно Еще Добавить Каких-то Кадров Вот Такая Штука Опять же Внимание Обращайте На Вот Эту Лицевую Часть Чтобы Он Не Повелся В Бок Вот Допустим R На Каком-то Кадре Вот Именно Если Делаете Корректировку Делайте На Кадре Котором Он Уже Был Прописан Вот Так Как-то И G Вот Так Руку Можно Тоже Корректировать Чтобы Так Смотрим Что у него С коленом Вы видите Что колено Перекручено Нужно Его назад Допустим Подправить О Уже Он смотрится Более-менее Так Нормально И Перепрописываем А И Лог Рот Вот Что Касается Анимации Простой Анимации Прыжка Также Корректировка По Прошлым Роликам Это Вот Получается У нас Тайминг А А вот Здесь Если Заходим Граф Эдитор Здесь У нас Устанавливается Спейсинг Для Чего Нужен Это Чтобы Между Кадрами Не Не Изменяя Кадр Чтобы Вот Поправить Анимацию Вот Допустим Мы Выбираем Какую-то Часть Вот 20 кадр И Вот Немножко Если Мы Ее G Как-то Поднимем Как-то G Уведем Вбок Вот За Эту Допустим Вот Можно Уменьшать Здесь Прибавлять Как И В Майе В Принципе То же Самое Но Попроще Так R Перекручивать Дугу Прыжка Делать Помягче И Настраивать Остальные Вот Эти Вот Части Вот По Оси Есть У нас Тут Бон От Кости И Есть Оси По Y По X По Z Вот По Z Он Прыгает Так Это Кость У Нас Квад Ротация И Вот Этот Z Можем Мы Именно Поменять Так Вот Здесь Он Уже Вы Видите Вот Он Прыгает И Здесь Должен Он Ити Уже На Посадку Где-то Можно Понизить Так Смотрим Что Да Как Вот Первый Кадр И Пошел Прыжок Здесь Мы Его Можем Откорректировать Выбрать Вот Эту Ось Если Вам Какая То Ось Пока Не Нужна То Можно Ее Отключить Так И Попробуем Все-таки Вот Этой Ось З Немножко Поработать Вот Она Вершина Ее Это Пошел Прыжок G Вы Видите Как Сейчас Я Поближе Вам Подставлю Вот Когда Я Начинаю G Водить Персонажа Вы Видите Насколько Он Изменяет Свою Форму И Получается Что Вот Он Был Вот В этой Позе Я Могу Чуть Чуть Уменьшить В эту Позу Поставить Могу Еще Вытянутую Позу Поставить Вот Так Если Возьму Вот Эту Вот Вот Эту Вершину И Вот Начинаю Я ее Выкручивать Вы Видите Насколько Он Меняет Своё Положение Вот Так Если Возьму Выберу Так Вот G И Подведу Этой Части То Получается Возьму Получается, он начинает как бы затормаживаться. Если я G, уведу ее подальше вниз, нажму play, вот, вообще шикарно. Ну, не шикарно, но, в принципе, классно. Ну, а теперь G немножко вот здесь вот подправить и вот эту выбрать. Это уже на этом кадре, давайте его посмотрим. Вот он, поставим на кадр и чуть дальше уведем. Вот, можно где-то здесь G, его вот вертеть, крутить таз вперед, таз назад. Вот так вот может приземляться, может вот так вообще приземляться. И вот смотрите, как он западает назад. Раз, сейчас я вам покажу это все. Когда вы меняете что-то, внимательно нужно смотреть. Здесь я вот опустил вот эту часть. Включаем play, он становится. И вот с этой точки, его начинает тянуть назад. Значит, эту точку мы подправим. Можем даже чуть-чуть повыше поставить. Во. Теперь будет все нормально. Итак, нажимаем Ctrl-Tab, и вот мы в тайминге, в таймлайне. И Ctrl-Tab, так вот наводим на вот эту, Ctrl-Tab, мы уже в Grab Editor, это Spacing. Вот такая вот простая анимация. На вот этом персонаже буду теперь мал-мал показывать то ходьбу, то прыжки. Вроде хорошо себя зарекомендовал. Все нормально. Хотелось бы, конечно, такого персонажа более качественного, навороченного. Но, опять же, моя техника пока не тянет. А вот этот гаврик нормально работает. Ну, а теперь, кому интересно, посмотрите рендер. Все, всем пока, до свидания.